Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые транспорты и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмиллеру. Это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой. И доступна она на всех актуальных платформах. На ПК, PS4 и PS5, Xbox One и Serie X и S. А больше вы узнаете по ссылке в описании. И снова здорово, с вами Маркус. И в этом ролике мы с вами разберем тот нерф Кайперика, который случился после выхода обновления The Criminal Enterprise. Так что погнали! А перед просмотром не забудь подписаться на мой канал. Я каждую неделю выкладываю ролики о новых скидках и бонусах в игре. Также о новостях в мире. GTA Online и еще множество интересного контента. Так что добавляйте братишка, не хватает именно тебя. Ну что ж, какие конкретные изменения у нас произошли с Кайперика? Первое это то, что начинается со второго прохождения. Время, которое вы сможете провести на острове до того, пока вас оттуда выкинут при разведке, увеличено количеством попыток вас поймать. То есть, я думаю, вы знаете, вы напираетесь под камеру, либо же на охранника, вас забирают, выкидывают. Сначала в аэропорт, потом через какое-то количество раз вы уже очухиваетесь на пляже Веспуччи. И это количество попыток Rockstar увеличили. Честное слово, дорогие зрители, сколько я катал в ограблении Кайперика, я ни разу не сталкивался с такой прям проблемой, чтобы меня выкидывало с острова. Там именно при разведке. Возможно, тогда, когда я это делал по приколу и хотел вообще увидеть все это дело, было. Но именно при разведке такого вообще не встречалось. Напишите, было ли у вас такое вообще и часто ли это происходит. Потому что, на мой взгляд, это не самое важное изменение, которое тут произошло. Да и вообще оно нахрен не нужно было. Идем далее. По поводу финала. Честно говоря, я прошел финалочку ограбления. И ни храни еще никаких изменений я не увидел вообще. То есть, само ограбление толком никак не изменилось. Охранники такие же полуживые. Джаггернаут до сих пор такой же мощный. Его приходится довольно-таки проблематично выносить. Но, в принципе, можно на него просто хер положить. Охранники такие же глухие, как и были до этого. То есть, все, в принципе, то же самое, что и было. Я надеялся, что Rockstar здесь хоть как-то постараются что-то изменят. Добавят на крайний случай слуховые аппараты для охранников, чтобы они слышали, как рядом бегает целая толпа грабителей с сумкой с золотыми слитками. Такого вообще нету. Хорошо это плохо, хрен его знает. Но, на мой взгляд, это полная херня. Потому что пора бы уже это давным-давно было поменять. Далее, к самому главному изменению, и по поводу которого все пишут в комментариях и говорят, что нахрен это все дело переделали. Лучше бы оставили так, как все есть. Что же у нас за изменение? Оно у нас связано с основными целями после прохождения ограбления Кайперика. Rockstar писали, что в течение 72 часов игровых после первого прохождения у вас будет меняться процент выпадения основных целей. И на днях тест фан скинул информацию по поводу всего этого дела. Вот вы можете увидеть ставки на ограбление Кайперика. Основные цели, как вы видите, их 4 штуки. Потому что пантера у нас идет как ивентовая цель, и ее просто так вы не выбьете. Ну так вот, в течение 72 часов с момента последнего прохождения, 72, опять же, игровых часов, вы сразу же получаете 60% шанс вытащить текелос на сениту, 15% шанс рубиновое ожерелье, 15% на облигации и 10% на розовый бриллиант. То есть, если вы в течение вот этих 72 игровых часов пойдете и начнете по-новому проходить ограбление Кайперика, у вас будет вот примерно такая раскадровка по ценникам. На мой взгляд, это в принципе те же самые проценты, которые у нас были и до этого при ограблении Кайперика. Но как только пройдет 72 часа, шанс выпадения текила падает до нуля. А вот рубиновое ожерелье и облигации поднимаются до 40%, ну а розовый бриллиант становится 20%. Вот тут уже в принципе шикарно, потому что в принципе все эти цели не такие дешевые. Конечно, хреново, что мы не получаем деньги за хардкор, если вы не знаете, как он активируется. Это только вам пишет Павел, что вроде бы как можно уже начинать грабить, но это опасно. Вот как раз таки у вас в этот момент активируется хардкор. Это 10% накидка к сумме главной цели. То есть, практически 60 случаев из 100 у вас это будет текила. И, соответственно, эту текилу вам накинут 10%. Но я считаю лучше подождать 72 игровых часа и вытащить рубиновое ожерелье, облигации или розовый бриллиант, который стоит гораздо дороже даже без учета накидки. Ну а что хотелось бы еще заметить. Появился дополнительный баф для второстепенных целей. То есть, ситуация следующая. Если в течение 72 часов после последнего прохождения вы начинаете по новой проходить ограбление Каоперика, и вот, например, в этом случае вам попадает текила, то сумма второстепенных целей увеличивается на 20%. При рубиновом ожерелье на 10%, при облигациях на 5%, а на розовом бриллианте вы получаете то, что должны были получить. То есть, как бы Rockstar сказали, да, мы вам понизили процент, но за второстепенные цели вы получите побольше, и, соответственно, минус на плюс, возможно, вы выйдете в ноль. Но они этого не обещают. Да, довольно-таки сложная система. И я понимаю, что большая часть игроков скажет, что это прям конкретно все усложнено. Да, с одной стороны, и вроде как все просто, и зачем вот это все делать было все до этого шикарно. Роки, так сказать, нас пытаются снять с иглы одобрение блондинщика и пересесть прямо ему на лицо. Но толку, конечно, от этих всех действий я вообще не вижу. Потому что ребята, которые проходят просто так Каоперика, просто ради бабок, и начинают все заново каждый раз, это для них не так критично, потому что они вот в это время, когда идет КД на Каоперик, они могут заняться ограблением казино. Те ребята, которые дергают интернет, для них это вообще не особо важно, потому что у этих ребят до сих пор пантеры, и я не понимаю, чем они вообще в Гаталлайн занимаются. Так что остается вопрос, на кой хер это все надо для большей части игроков. Как же вы думаете, обязательно, конечно, дорогие зрители, напишите в комментариях. Ну и это, в принципе, были у нас все изменения на Каоперика. Ну а у меня на этом все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понравился, то узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал, не забудь проставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok